всем привет это hangover подкаст сегодня мы постарались максимально разных гостей для вас по этому случаю собрать в том числе сергей зуробян фронтмен primal spirit музыкант продюсер и барбер здравствуйте продюсер первую очередь антон маскиляда музыкант и основатель школы электронной музыки все правильно спасибо очень для беды уверен для вас неожиданный гость кирилл из группы хлеб я здесь наверное это редко звучит я это несколько не связано с рэпом это просто стиль жизни и удивился когда увидел тебя на гитар бетли судьей ты получается рокер в душе и расскажи немножко больше да вообще ну с рэпом меня связывает больше от карьеры моя вот да сроком связано срок ну урок такой расплывчатый конечно понятие все остальное третьем классе я слушал цоя потом я перешел на арию потом я перешел на металлику потом я перешел на рамштайн system of a down потом слепнот и в 2004 году я услышал 7 штук баксов и первый раз пошел на концерт и после этого все пошло поехала джанер психея и все остальные группы то есть 4 5 6 7 год это вот романтические концертные года моей жизни но потом я еще немножко углубился после этого и один мой знакомый дал мне посмотреть видео на ютюбе где играет морган агрин на гитаре из мишуга а на барабанах играет федерик торрендал я сначала не въехал думаю ну какая шляпа ничего не понятно я думал что барабанщик слепнота раньше самый крутой но это была ошибка конечно вот потом я как бы эту тему просек и теперь я являюсь максимальным фанатом я обычно говорю что это моя любимая группа ну или в топ-3 группы это не молс из лидер я люблю просто сложные размеры музыкальные я на самом деле не очень в этом разбираюсь и вообще в целом музыкальные грамотности но я стараюсь понемножку разбираться но иногда даже если ты не разбираешься не можешь сосчитать что это 31 12 но все равно ты такой где-то находишься в легком возбуждении от того что ты не понял переслушиваешь еще раз и такой ой ой как здесь ой как хорошо здесь вот так вот поэтому я вот на этой музыке сижу и старье все переслушиваю тоже и never smile и оригами и слушаю что-то новое пытаясь сейчас не так много но хочется чтобы конечно ракешника было побольше у нас класс очень очень рады найти единомышленника в таком неожиданном коллективе первая новость мне кажется самая большая для всех любителей металла это группа мадвейн воссоединилась группа находилась бессрочном отпуске 2010 года ее фонетмен чат грей был все это время занят группе хел е теперь мадвейн объявили выступление на 4 американских фестиваля кто думаете про группу нравится слушатели и еще давайте разовьем тему если у вас примеры каких-то удачных или неудачных воссоединений я хочу сразу сказать что я не знаю кто это поэтому я оставляю слова другим ребятам мем мем такой дик ну слушай на самом деле мадвейн я никогда не воспринимал какую-то такую банду серьезную для меня это были как слепнот на минимал как всегда не знаю как-то они вообще не вначале не зашли почему-то и даже когда они популярны были там году к году 2003 наверно дальние были на волне старперство мне кажется в таком возрасте мне кажется не надо уже заниматься я знаю такую группу но примерно это для меня звучит как группа static x ну типа такая есть группа да да там играют дядьки тяжелая музыка хорошо у них такие ракезы лаковые типа очень похожи в принципе колд чеблер мадвейн статик x это вот это корн фэмили или что это такое я не помню хороших примеров воссоединений на самом деле сейчас замечается воссоединение речи гейн за машину я видел что они собираются что-то выпустить это будет мне кажется интересно на самом деле system for down вот вернулись но тоже что там они даже не хотели по ходу новой музыки писать но по политике группа блёр например они по моему воссоединились четыре года назад выпустили альбом и заработали много денег сыграли много концертов вот и альбом неплохой знаете группу блёр слышали да но последний альбом не слышали к сожалению который был очень популярный заработал много денег проект мая майка паттона фантомас это такой авангард металл они в 2005 году выпустили альбом suspended animation где они смешали короче математику хард-рок металл и анимацию мультики всякие звучки оттуда вот просто все перемешали взболтали и выпустили очень крутой пластинку я тогда я когда послушал я просто охуел вот насколько это круто свежо это было сколько 16 лет назад а с тех пор я от них ничего не слышал я бы наверное хотел чтобы собралась снова группа финская сентенсы они какие-то супер старые играли love metal до того как это делала группа хим но к сожалению у них уже умер гитаристы основной композитор думаю вряд ли они напишут что-то интересное без него хотя еще кстати группа гарбидж позавчера записала новый трек не знаю распадались ли они но тоже лет десять мне кажется были не а еще есть группа она не совсем распадалась она просто состоит из двух людей и это два знакомых они соединяются чтобы написать альбом и потом рассоединяются и я думал что у них будут концерты но их нету соответственно я жду чтобы они опять встретились на студии записали альбом эта группа rx y z y x r там играет артем мамай на барабанах который играет в ддт группе и вот в этой группе там мы математический ну не совсем но тоже присутствует я бы сказал очень даже математический там у него такие да и вот я альбом заслушал дадыр который вышел несколько лет назад первый мне не очень понравился а второй круто поэтому я ему писал в инстаграме я жду но пока он не собирается со своим гитаристом я пытаюсь объединить группу некоторые мы присоединяемся ждем от артема нового альбома мы тут осваиваем тик ток мы решили в инстаграме выкладывать подборки чтобы те люди которым тяжело искать что-то годное в тик токе просто смотрели ну через нас ну вот например на тему тик тока недавно на музыкалити долина меняла тик токерши которые там супер популярны 10 миллионов подписчиков просмотров что не отсутствует музыкальное образование а другой стороны обладателем грэмми недавно и без музыкального образования стал 20-летний диджей из казахстана иман бег в категории лучший ремикс года то есть непонятно насколько нужно вообще в современных реальных музыкальное образование может быть лучше тик ток осваивать мне кажется вопрос про тух где-то еще 50 лет назад прости пожалуйста по поводу музыкального образования она просто даже начиная там вот битлов понятно что там у ребят вообще ничего не было вот понятно что конечно она не нужно вот это я всегда считаю что такое карта ну типа google maps да это едешь путешествовать и тебе нужно дойти например обойти быстренько все главные достопримечательности если ты знаешь теорию музыки ты быстро хоп-хоп-хоп обошел там эльф левую башню все дела вот и вернулся домой с классными фотками в инсте вот а когда ты теорию музыки не знаешь ты можешь тоже конечно искать все эти достопримечательности но ты можешь случайно заглянуть какой-нибудь закоулочек тропиночку какой-то странный бар граффити кошка пробежала которая никогда никаких картах никогда не будет показана и это мне кажется круто когда ну человек пишет музыку у него гораздо легче ему гораздо легче ощутить возбуждение от комбинаций каких-то классных связок аккордов нот и так далее в этом плане для музыканта мне кажется это даже такое преимущество над людьми которые знают как это все работает вот и это то же самое касается тик тока вот то есть площадка где по сути люди обмениваются энергии эмоциями и кайфуют обе стороны поэтому круто что там тоже звучит музыка в большом количестве и даже под нее танцуют а кстати инманбека я брал как раз интервью полгода назад еще до того как он получил грэмми и тоже в тик токе меня позвал тик ток почему-то взять у него интервью вот и мы очень мило пообщались я не спросил но типа как ты там вообще поживаешь планируешь ты приезжать откуда-то там из своего района из своей страны он говорит что никуда не приезжай мне здесь классно я езжу на белый приори меня останавливается менты меня останавливают менты чтобы со мной сфоткаться и вообще удивительная история очень вдохновляющая потому что человек который изначально сомневался выкладывать трек он был так не уверен в том как он звучит он его выложил а на следующий день смотрит у него там куча перепостов и через месяц ему пишет уже сам человек на кого он делал ремикс чувак сбросить мне мульти трек я хочу играть твой трек на своих выступлениях когда этот трек уже был по сути в топе шазама мира в чем была претензия долина там говорит этой девочке типа вот сделай такую распевку и девочки естественно все мимо и она такая ну блин ну и как ты себя вообще называешь музыкантом если ты не можешь такую простую по мнению долина и конечно же в бан и добавить вот это я понял я знаю твою концепцию всех всех несогласных бан по поводу музыкального образования ну например да ну не знаю у меня у меня допустим есть музыкальное образование как бы и посмотрите на меня что что у тебя есть расскажи да я я закончил музыкальный школу по балалайке и то потому что я увидел что паук из коррозии металла в каком-то интервью говорил что они научились быстро играть потому что они играли на балалайках и я поверил об этой байке и пошел реально в школу что это я ни хуя не знаю вообще потом возьмите какой-то илью борисову который классный композитор он без музыкального образования совершенно шарит во всем дело это ничего не дает главное желание по поводу тиктока я не знаю но это кал какой-то я как-то установил какие-то жопы там приколы как котята как мне просто потому что мне уже 40 лет почти я не знаю я думал где же высказаться то можно по поводу долина и вали карнавал наконец-то вот здесь на канале пророк конечно же не согласен с ларисы александровны в этом вопросе мне кажется сейчас 21 век 2021 год всем правит не музыка как таковая продукт готовый то есть как и в индустрии там автомобилей как и в индустрии мобильных телефонов и других гаджетов и вообще везде то есть какой-то продукт в музыке то же самое нам как-то сказали я забыл мы просто сотрудничаем с несколькими лейблами крупными нам сказали что примерно каждую пятницу это день релизов в цифровых магазинах стандартные и каждую пятницу примерно выходит в мире 100 тысяч песен и ну типа конкуренция абсолютно гигантская и не думаю что только знанием музыкальные грамоты грамоты ты сможешь привлечь к себе внимание тут еще я хотел бы добавить то что не всегда цель вообще привлечения внимания да мы сейчас говорим ну грамм индустрии музыка вообще бывает какой угодно и не обязательно музыка которая там собирает миллионы есть огромное количество примеров где музыка не популярны но она оказывает влияние на людей которые слушают гораздо сильнее чем популярная музыка то есть музыка многогранна и ты можешь делать распевки а можешь их не делать а можешь просто хуячить палкой по столу и тоже будет музыка вот просто как у каждого будет какое-то свое к этому отношения и мне кажется мне на больше всего нравится в этом в этой парадигме смотреть со стороны музыканта вот мне главное что главное что музыкант кайфовал от того что он делает и чтобы никто не мешал делать то что он хочет слушайте ну хотел антон уже на самом деле произнес хуярить палкой не надо хуярить палкой это мы сейчас разовьем ты просто говоришь что вот в бан отправлять тех кто не согласен с твоим видением того что ты делаешь и я категорически не согласен например если мой друг будет стучать палкой по столу и говорит что это его концепт видение и музыка творчество искусство то я конечно скажу ему что он как бы обалдел и он просто стучит палкой по столу и это не музыка ну и вообще это даже общая концепция если мой друг будет записывать песни о том не знаю как хорошо бить людей и бабушек на улице то я ему тоже скажу что он охерел я он ну а он как бы такой скажет ты не понимая не принимаешь меня ты не принимаешь мои концепции ты не принимаю ты мне не друг все иди в бан в итоге у него не останется друзей кроме тех конечно кто тоже стучит палкой по столу и поет песни про бабушек избиение блин очень очень сложная вторая часть этого вопроса ладно бьет палкой по столу и говорит что это музыка не музыка можно еще да а вот я просто сам в делеме нахожусь может ли быть такое что как у нас существует в российской федерации что текст и песен являются призывом к чему-то это очень ну я для себя до конца не определился и у нас же есть ну прецеденты сами вы знаете допустим является ли это призывом ты получается ну что ты получается слушаешь песню и идешь убивать я не совсем согласен что ты смешиваешь две вещи одно дело бить палкой по столу потому что стол от этого не испытывают каких-то моральных страданий да видимо испытываешь только ты это твои проблемы то есть говорить об этом своему другу мне кажется немножко некорректно ну а кто еще кроме друга скажет ему что чувак это какая-то но если ему это нравится зачем ему об этом говорить вторая часть вопроса тут все очень просто для меня есть какие-то моральные какой-то внутренний моральный камертон связанный с насилием любое насилие это зло соответственно неважно ты это рассказываешь в музыке в кино фильмах когда ты пропагандируешь насилие любой формы даже пассивно агрессивно это плохо вот и в моем моей картине мира он это неприемлемо поэтому как бы тут я буду высказывать у меня все очень просто если человек поет песни про то что надо там бить людей других это как бы пропаганда насилия это точно ну так нельзя делать потому что ты пытаешься нанести урон другому человеку серёг про что твои песни про насилие как эксперт по этим песням выскажись потерял ли ты друзей из-за своих позиций бывало такое что тебе друзья говорили блин чувак как бы вот это вот вся твоя движуха она вообще типа мне не нравится не близко если серьезно говорить то хардкор это музыка против предрассудок вообще как бы это музыка которая объединяет людей то есть людям с каким-то человеконенавистными взглядами вообще нет места на этой сцене в принципе единственный может быть вариант если они как-то послушают проникнуться текстами социальными вот этими и текстами против предрассудков что-то для себя поймут может как-то переосмыслить свою жизнь и как бы да может как бы музыка агрессивная но соответственно но в текстах у нас ничего такого нет но бывало что друзья предъявляли тебе за твою позицию конечно там же да и потому что тусовка много распалась нас там правые там левые там все движуха в интернете особенно любят предъявлять в живую как бы естественно никто ничего не предъявляет в основном все в интернете слава соколов недавно написал комментарий за ураган лов я к нему подошел я к нему подошел что за хуйня спросил как это 26 декабря смотри я же был пьяный я просто стараюсь ни в каком случае не ссориться с друзьями кто-то скажет hangover отстой как бы я такой все я с тобой больше не дружу ну для меня ну я с ним дружу двадцать лет тут он не понравился ему то что я делаю я такой все в бан тебе ну не знаю не знаю наоборот нужно воспринимать критику адекватно и как бы делать для себя выводы это же единственный путь развития на самом деле но тебе как не друг скажет что ты какое-то дерьмо делаешь конечно надо наоборот будет благодарна если ты хочешь сделать музыку которая будет нравиться другу то конечно в этом случае да если ты работаешь в индустрии и хочешь чтобы твоя музыка собирала больше просмотров была более универсальной и была более популярной то конечно тебе нужно следовать но слушать много критики оценивать ее потом ну изучать рынок смотреть там не знаю нанимать маркетолога в общем то чем занимаются лейблы то чем занимаются менеджеры группы и так далее вот я же говорю в целом про музыку вообще есть музыка которая вообще вне индустрии музыка где человек пишет ее там для себя для своих знакомых для каких-нибудь подкастов кстати тоже для чего-то еще и она не она не работает в контексте индустрии и там как раз часто человеку нужно просто внимание и аплодисменты и потому что он делится какой-то своей личной истории и критики он точно слышать не хочет кирюх у тебя есть друзья рокер и металлисты которые говорят тебе ну чем ты занимаешься в хлебе нет таких нету слава богу мне наоборот говорят зачем ты слушаешь это надо слушать рэп рэп это круто вот трэвис скотт это круто я такой ну да я приходится конечно ну слушать новинки современные у нас же рэпа миллион и приходится слушать но очень тяжко это всегда дается конечно прям ну топ-100 залетаешь apple music и ну дай бог там несколько песен попадется которые можно до конца дослушать а так тяжко конечно становится для уха моего я не говорю что это говно просто это другая музыка говеная глеб самойлов знаете такого персонажа наверное да заявил что мое время ушло ему хотелось открыть себе что-то новое интересное и у него у этого уже даже получалось когда он ушел из агаты кристи и создал матрикс он говорит что это работает как принцип наркомана и нужно быть все время на плаву каждый раз становится лучше больше а у него не получается не хватает сил и быть востребованным и вот типа все мое время ушло как по вашему как понять когда вот время уходить со сцены это вот творческий кризиска ты понимаешь что все что ты делаешь тебе больше не нравится или это финансовый кризиска ты понимаешь что все что ты делаешь тебе не приносит денег никаких как вы например своих проектах боретесь творческими кризисами когда вот на сцене смотришься уже как какое-то жалкое зрелище со стороны мне кажется пора уходить как-то надо оценивать со стороны это все ази осборн как на сцене выглядит вот он же такой уже ему уже ну тяжко но все равно же он ну выходит и легенды вроде как ну это же наркоман какой-то ази осборн мне по моему это вообще он давно там еще 2005 году какой-то ну как на фрикансе на него смотрели я не знаю как он как он поет там живую я ни разу концерта него а как ты считаешь что озеро он провозит реально мне кажется ему тяжело самому на металлику допустим приятно смотреть живую да вот даже сейчас ну а типа возит такие чуваки и гип-поп нормально по моему фигачит в своем возрасте rolling stones да да именно такие ну живые чуваки в которых именно даже не внешность у них вдается их старость так как у которых огонь типа есть внутри это чувствуется при подачи на сцене я считаю что главный показатель исполнительно это живое выступление а если ты уже такой композитор дома сидишь там в студии пишешь песни выкладываешь они все равно все нравятся типа тебе нужно получается уходить если в живую не тянешь не знаю сейчас очень тупой для гип-попа очень сложный вопрос что значит я устал и ухожу он может но продолжать делать песни просто и выкладывать смотря что он имеет ввиду если он устал и говорит что он не может больше выступать или еще что-то и получать деньги у нее не получается зарабатывать деньги этим то это одно а песни то ну вот я сижу дома играю вот я записал песню кстати недавно вот такой гараж гаражная эмо вот завтра выйдет она и ну как бы я понимаю что это песня она не не коммерчески популярная не актуальная но я ее выложу кому-то понравится я ее записал хочу ее продемонстрировать кому-то понравится кто-то послушает все это мое желание также могу дальше продолжать дома сидеть сочинять песни могу даже никуда их не выкладывать мне просто нравится сидеть играть на гитаре и сочинять музыку все могу выложить просто кусок в youtube и все и это тоже может быть не быть популярным могу сыграть своим корешам на на тусовке это тоже занятие музыкой и сочинение песен поэтому если он просто перестал быть популярным ну такое бывает да если ты даешь концерт и летишь в хабаровск и у тебя там на концерте 12 человек под лестницей в кинотеатре то тогда ну странно да может быть что ты такой может быть и не стоит больше продолжать тебе ездить по стране сборы как критерий сборы мне это да то что касается именно вот в живых выступлений да конечно сборы ну просто самому и особенно естественно раньше много собирал как агата кристи стадионы а теперь у тебя пять человек то да кстати по поводу агата кристи я недавно оценил лайф их какой-то из олимпийского по моему песни я на тебе как на войне я раньше ее не раз слушал а сейчас я посмотрел лайф и какие там в первом куплете играются аккорды ребята там джазмены просто просто завидуют молча я не знаю как они хотя ну как бы у них же есть история связанная с героином вот я подумал что они такие ну придумали именно так эти аккорды но это звучит очень круто и вообще ну как бы по сравнению с попсовым припевом это звучит очень вкусный необычный я очень сильно удивился так что если вы вдруг найдется свободная минутка послушайте в лайве первый куплет потому что записи не так хорошо это слышно прям захотелось переслушать трек я согласен с кириллом потому что кирилл как раз говорит с позиции музыканта имеет очень тоже близко что я немножко сочувствую агата кристи потому что видимо человек подсел на эту наркоманию внимания который он когда-либо имел когда-то имел причем как агата кристи это типа главная группа 90-х да кто агата кристи муми тролль и сейчас когда наверняка клубы гораздо меньше и его эго просит больших размеров и оклад и внимание и у меня это большое сочувствие мне кажется ему просто надо ну как сходить там на психотерапевту проработает момент просто потому что я я очень хорошо понимаю что он чувствует примерно что у меня был опыт я выступал на гластенбери один из главных фестивалей в мире там 200 тысяч человек и я выступал в липецком клубе роб рой бар там на меня пришло 28 человек вот и впечатление от липецкого концерта у меня гораздо сильнее потому что люди меня окружали мы все были потные мы двигались под бит и это ну как бы это чувство никогда мне не потеряет и я тогда понял что количество вообще не имеет никакого значения для денег да для эго да но для кайфа от творчества никакого и в этом плане у меня давно отпал вопрос типа у меня был период когда два года не писал музыку я выпустил второй альбом и и не писал я сначала себя мучил типа ну как же антон ты чё не музыкант типа сбитый летчик что это такое у тебя были эксперименты вот а потом понял что в то время занимался другими вещами я там занимался школой и моя энергия все уходил в другое творчество потом я нагулял аппетит у меня появились вещи которые я хотел рассказать и их рассказал и вот как раз в ноябре прошлого года выпустил третий альбом то есть это абсолютно естественный процесс он крутой потому когда надо мной не висит лейбл у меня нет контракта договоров у меня нет каких-то дедлайнов я сам себе предоставлен и отношусь к музыке как такому абсолютно ну как бы потоку творческому и последнее мне очень вообще в контексте всей этой темы очень понравилась цитата сергеевича игрокова да да я когда-то просто гениально я прочитал его цитату когда у него спросили типа а почему вы уже там двадцать лишним лет не выпускайте новой музыки вот он говорит говорит выпускают те кто не написали своих хитов типа мы написали и продолжаем их играть и мы чувствуем себя очень хорошо это классный пример когда действительно они в 90-х сделали несколько очень крутых альбомов помню там четыре или четыре штуки и просто все это время все двухтысячные играют их зарабатывать на них деньги и вроде вот только следующем году или в этом они планируют наконец-то написать свой первый там за 20 лет альбом я так понял это твой способ как бороться с творческим кризисом да никак подожди пару лет и если ты музыканту тебе вернется желание творить конечно аппетит придет серёг ты как если задалбывает музо как что-то делаешь с этим как-то убеждаешься продолжать когда какой-то кризис наступает ну да мне как бы наоборот неудачи моих мотивирует еще больше заниматься этим единственное что последнее время меня разочаровала то что нет возможности турить по европе ездить вот это как бы сейчас сейчас уже подостыл немного раньше постоянно горел пробивал какие-то движухи сторонние а сейчас конечно непонятно что будет дальше и одесса на лишь выступать в питере москве там а где еще потом в чему в этом череповце недавно выступили вообще ужас был просто там может из макдональдса продавец тебе ебал набить череповцы какие мотивации немного упало да после череповцы ну ждем ждем смотрим у коронавируса в россии там пишут когда там сам статистику смотрю когда там откроют да не знаю мы сейчас где-то в стагнации находимся я по поводу группы хлеб имею ввиду мы где-то по нисходящей заблудились заблудились и ищем дорогу то выпустили одно то другое то третье вот сейчас у нас треков 15 лежит не знаем какой выпускать нет никакой определенности поэтому ничего не выпускаем и пишем новый трек это способ да просто собираемся на студии может быть что-то придет более более лучше чем есть сейчас на харде так когда треков станет не 15 50 из них уже и какой-то концептуальный 50 до треков уже если ничего не понравится то все потом ну как бы мы кому-нибудь их продадим в итоге все скажем вот альбом на 50 треков покупайте и все пусть пусть будет может быть мы никто же не знает формулу хита поэтому как бы все могут смотреть туда окажется в другом месте писать новую музыку как способ преодоления творческого кризиса работать продолжать работать давайте к релизам перейдем вышел альбом у группы holding absinthe greatest mistake of my life английская пост-хардкор группа как написано на википедии так очень бодро заряжающий танцевально наполнила где-то несколько альбомов 30 seconds to mars такое делали то есть там когда еще и гитары были и крики но и уже и танцевальные какие-то синтезаторы и вообще все было такое очень масштабное и типа там ес объединяемся всем миром решаем глобальные проблемы утяжеленные imagine dragons и еще у группы escape the fate вышел альбом chemical warfare американская рок-группа такой современный глэм-рок как black will brights fallen in reverse fall out boys даже местами очень напоминает не то что такое все время слушаю но когда хочется какого-то такого 2 движника очень даже заходит учитывая что там конечно же тоже все сделано как американская продюсерская машина выдает такие такой продукт с высокого качества а из русских у группы rollercoaster из санкт-петербурга вышел новый альбом груз наших легких тел это такой экспериментальный рок немного вроде бы похоже на full fighters а следующий трек уже со сдвигами и такой экспериментальный совсем пошел но всегда и хорошо ярко и лирично хорошая группа всем советую послушайте обязательно а из фильмов искал чего-нибудь такого супер зубодробительного и лютого пошел по арт-хаусу и посмотрел приз жюри каннского фестиваля за какой-то год фильм лобстер и это сложно смотреть это похоже на пьесу там специально дурацкие диалоги специально минимум эмоций там какое-то альтернативное будущее где все люди должны найти себе пару а если не находит пару то их отправляют в отель где им дают на это 45 дней чтобы там с кем-то сойтись а если и там не находит то их превращают животных типа вы бесполезные вы все равно не нужны в этой жизни и вот там показано что люди стремление найти пару находят друг друга по совершенно выдуманным причинам типа ты чихаешь часто и я чихаю часто поэтому мы должны быть вместе но это же как бы не работает ну это некий абсурд и вот такое высказывание интересное на самом деле для ну для кого-то будет короче вот могу порекомендовать банды тоже из юкей называется street soldier они играют бедам хардкор молодая банда относительно вот мы сейчас не киток записали как так сказать могу их про рекламировать у них вышел много релиз называется turn dangerous если можете погугли посмотреть но из русских банд могу посоветовать хеллгит группа из москвы они играют качественно хардкор металлизированные дэдфолл группы из минска есть и у них вышел на новые сингл цветы пули в котором они передали как бы всю булья белорусского народа последний последний после последних событий но из фильмов кроме глухаря я ничего не могу рекомендовать ничего не встречал лучше глухаре самое полнометражный рекомендую русские группы спасибо потому что обязательно послушаем вставим мало мало непонятно как искать их на самом деле как вот эти группы находишь на познакомстве все-таки тусовка какая-то есть ну что-то да как-то ну так целенаправленно короче не ищу ничего точно только когда вот спотифай в россии появился тогда начал чекорыцк это там больше интересно стало есть такая тема со спотифаем и с русскими группами я вообще просто не знаю почему так сложилось но я больше люблю русское но все на русском языке не знаю чем это связано мне так я поэтому зарубежного здесь и слушают в основном это то что без слов очень сложно то есть хотелось бы какой-то завести я ничего подходящего может быть я конечно пропустил но хочется какой-то портал который бы собирал вот всю такую музыку и альтернативную так сказать рокерскую со всеми релизами было бы классно потому что ну типа сейчас по моему ничего такого нету поскольку это далеко не мейнстримы видимо просто это финансово не выгодно и вообще никак не выгодно так было бы хорошо а по поводу спотифай да я никак все не могу этот деньги деньги им занести на подписку но там надо поискать потому что я вот виделся недавно с ворнером ворнер мьюзик они же подписали wild ways группу и я очень респекнул им я такой когда увидел wild ways на урганте то есть я не слушаю wild ways но я увидел их на урганте такой вау круто а и ну это не супер попсятина прям такая у них просто многие говорят что это самая попсовая песня они вот с вышли ну я говорю ну блин вы сейчас смотря с чем сравниваете кто на урганте выступал вот и мне сказали что отчасти это благодаря спотифай они смогли подписать это и первая металлическая группа которую они подписали в order music вот отчасти из-за спотифая из-за того что в спотифая больше людей слушают альтернативную музыку из этого стало возможно да вот это очень круто из такого что подходит по формату группа сами песни мантра 21 года поэтому я считаю что это свежак то есть мантра песни у них клип вышел мне песня сама в целом ну как бы 50 50 но концовка вот последний проигрыш после второго припева просто очень крутой там добавлен саксофон там какой-то очень низкий строй гитары был неожиданно врывается то есть ты такой слушаешь эту песню и вообще этого не ожидаешь потом такой ой она врывается вместе с саксофоном я думаю божечки как красиво это все звучит это не очень новая песня но это то что я заслушал дадыр чувак из казахстана которого зовут золото он играет такой типу поп поп рок и выступ на у нее есть лайвы под гитару просто вот песня в улице ждали я ее заслушал она 2018 года написано я увидел опять же возвращаясь к тиктоку я увидел в тиктоке его лайв где он ну типа живой клип где он просто на балконе стоит в москве под гитару поет эту песню это такой вау круто послушал 500 раз ну соответственно перешел потом послушал обычную версию посмотрел концерты вообще лайвы ну клип очень сложно смотреть а это я хотел в другой рубрике сказать что клип очень сложно смотреть а по поводу фильмов сериала что-то уже устали можно засесть до 6 утра потом всеми ребенок уже будет и это все ну типа невыносимо просто фильм основатель он вроде не очень свежий но не очень старый про основателя макдональдса это из последнего то что я впечатлился прям очень крутой фильм там все классно сделано цветокоррекция интересная история основана на реальных событиях где показаны вот эти два основателя макдональдса у которых потом третий чувак без спойлеров а без спойлеров можно в википедии все прочитать в общем к ним присоединился третий и завернулась история крутая прям реальная история макдональдса там снимается известная актерка я забыл как его зовут ну короче фильм основатели это прям в тюнсе можно скачать классный классный фильм то что я много фильмов на самом деле смотрю вот я за последнюю неделю фильмов наверное 6 7 посмотрел в основном это все шляпы конечно шляпы боевики триллеры да драмы и все ничего прям такого чтобы меня зацепило как какой-нибудь там паразиты фильм или как джентльмены хотя его признали вроде не очень крутым но я фанат гай ричи и поэтому джентльмены для меня классный фильм у горяча есть один главный фильм который все не любят но я считаю гениальным это револьвер я люблю но я считаю главным фильмом рок-н-ролльчик мой любимый фильм а я думаю с нич с нич тоже с нич хорош но просто у револьвера по моему на метакритикс 24 балла ну да худший худший фильм который он снял но я он мой самый любимый потому что мне кажется глубже ничего он не снимал и я видел несколько диссертаций которые люди писали по этому кино то есть там разбиралось типа его вообще разбирают в на факультетах кинематографических как операторскую работу и на каких-то философских факультетах просто про глубину которая там заложена идеи которые там заложены я пытаюсь начать уже третью неделю но из-за фильмов не могу книгу читать про выборы девяносто шестого года в россии чё за книга это зыгаря а михаил зыгарь да вот я просто прочитал две остальные его книги периодически заглядываю в тему политики и вот это последняя все свободные она называется вот она у меня лежит на полке даже не в электронном виде а прям бумажная и вот я все никак не соберусь потому что в 11 как прилягу на кровати пять минут и все я уже уснул а книга на полу счастливчик с ребенком в 11 сразу просто счастливчик у меня просто бессонница поэтому я тебе завидую у меня все очень просто это же сейчас забежал в apple music в общем на русском языке у меня есть один человек который меня ну то есть я послушал альбом и я плакал настолько точно попал в душу это дебютный альбом девочки называется магазин человеческих тканей это такая мелодикламация сломанной электроникой у нее очень крутые тексты мне кажется тексты ну то есть это таком на эти в стиле sbpc только еще более эрудирование что ли если так правильно сказать прям типа новый свежий проект они вот только на первый лайф сыграл совсем недавно а из зарубежного я большой любитель группы радио хэд я очень хорошо знаю их дискографии вообще все что с ними связано и мне кажется я впервые в жизни послушал альбом каверов на их альбом bands который меня очень сильно потряс я считаю это лучший альбом каверов которые слушал на эту группу рози карни я очень советую кто любит вообще группу радио хэд и любит такие спокойные мягкие песни там прямо это идеально подходит и под вечер спокойный и под работу и просто поехать в там на велосипеде по городу очень крутая музыка про книги я фанат сорокина вот метель мое любимое мое любимое произведение его и у него на днях вышло продолжение доктор гарин мид продолжение метели и я ее заказал она пришла вчера и я еще не начал ее читать вот и я прям вот потираю ручки не в 11 а где-нибудь в пол четвертого может быть если я сяду за может быть пораньше и хочу ее очень сильно прочитать я ходил на никто на и шулера фильм но это просто просто боевик вот то есть ты уходишь и через час уже не помню что там было но при этом во время просмотра все просто охуенно вот то есть понимаешь что типа наши чуваки снимают формат мирового качества и это прям круто майор гром посмотрел вот это просто убожество какое-то такое пропагандистская непонятно причем очень удачное время которое вышло учитывая что все сейчас все что связано с репрессиями и по отношению к людям которые выражают другую позицию вот просто это мне кажется это циничная история выпускать такое кино сейчас вот при этом он сделан тоже очень круто картинка идеальная все в порядке сценарий правда так с очень слабенький вот но горю сама идея мне кажется просто мисс 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 каст я вспомнил что я могу точно посоветовать всем из кино это мультик душа о точно да я вообще предвзято относился к мультфильмам и в целом я как-то не очень ходок на них таким даже полнометражным но здесь я посмотрел я такой вау какая музыка как в целом вообще идея очень простая и понятно и крутая все как это оформлено какой там музон внутри реально но это просто песня я бы не сказал что простая идея там вообще экзистенциальные вопросы выбора себя поиска с предназначения такие как бы взрослые вопросы не ну понятно что не на пять лет детям но в целом-то типа все понятно что происходит внутри пиксар красавчики всем сегодня мы кстати об этом еще поговорим ты спойлернул вы же это нет давайте обсудим треки которые прислали группы нам на обзор первым будет клип на трек океан с нового альбома делириум группы дэдли дэй дэдли дэй это банда с западным звучанием и текстами на русском которая совсем недавно выпустила свой второй альбом делириум до этого релиза группа опубликовала сингл океан получивший массу положительных отзывов от слушателей творчество группы можно писать так эмоциональность пост-хардкора и напористость металлкора сплелись единый кулак чтобы ударить по твоим чувствам и отразиться в глубинах души люблю когда парни про себя классно пишут а я думал сейчас ты сейчас ты скажешь ударить работника макдональдса из череповца нормально в принципе мне понравилось все кроме клипа в музыке я люблю вот такие металлкоровые подпилы и брейк там был кстати не знаю заметили вы с эффектом контузии как в спасении рядового района когда кого-то контузица там глушит а клип как бы ну как будто давайте позовем самого модного парня из тусовки и он будет упоротый ходить по вечеринке я честно говоря надеялся какому будь экшен в конце типа что он там заблюет все или его убьют и съедят потому что там пропаганда трезвости что-нибудь такое засунула фигуре в залуку если вы не знаете то серёжа таким промышляет контентом я просто не слушаю такое музло но вроде снято качество нормально стандартный припев с чистым вокалом эти пост-харкор русский ну нормально немного словен ты серёж я же не буду обсирать я не скажу никого не обсирать я посмотрел клип и послушал песню соответственно клип согласен с тобой мне не очень понравился мало того что эта история странная немножко а во-вторых и вот когда они просто в спальне все играют они вроде как бы там отрывается вся группа колбасится но видео работа операторская да не передает вот этого драйва типа они просто статичная камера не хватает песни то но в целом она такая можно раскачаться смотришь клипы типа но желание не очень отпадает мне проигрыш понравился опять же гитарный который после первого припева и после второго припева неплохой такой так в целом ну нормально нормальная группа да нормально я хочу сказать спасибо что прислали мне вот это особенно первую ссылку на дэдли дэй я обычно в жизни такую музыку не слушаю совсем потому что но у меня к сожалению сложные отношения к с вот этими жанрами где скрима где где нарывают глотки просто на комнате физическом уровне мне становится немножко некомфортно вот я не могу это контролировать мне просто некомфортно становится переживаешь за горло просто может быть может быть нет я просто сам себе очень темпераментный эмоциональный человек и когда то есть я чувствую как будто меня рут вот и мне хочется короче как-то закрыться убежать вот страшно становится но я благодарен за то что мне дали послушать потому что как бы когда ты слушаешь его ну типа ты понимаешь что надо послушать и надо что-то сказать ты понимаешь что ты прямо типа прокачиваешься как будто мышца какая-то у тебя в голове в мозгу начинает прям качаться и я прям кайфанул потрясающий вокал охренительный я не знаю как это называется там расщепление или что-то еще дисторшн просто офигенный припев чума все звучит очень здорово есть вопросы к сюжету он я так понимаю ребят специально сделали его открытым финал открытый ничего не понятно и мне это скорее нравится чем нет мне нравится что они играют в супер если вы заметили там два цвета есть красный цвет то есть типа ночь все бухают у него там кружится голова мы не понимаем что с ним происходит нему подходит девушка посчитать помочь и вторая часть где играет группа и это в супер холодных тонах я так понимаю это утро и типа когда знаете вот это состояние после после такой какой-то интересной яркой ночи утром прям очень плохо вот и и такое прямо неприятные какое-то воспоминания и мне очень нравится этот контраст супер холодного и горячего и мне как раз очень заходило то что на этом холодном спокойном прохладном цвете чувак просто надрывает глотку поет очень круто и группа играет в общем я получил большое удовольствие я присмотрел его еще раз потом в общем ребятам огромный респект мне очень понравился и трек и клип вот ребят на самом деле 29 мая концерт в иваново советую всем сходить посмотреть живую мне кажется будет круто вторая группа сегодня которую нам прислали обсудить эта группа the norm из молдовы молдова нифига себе и судя по всему это видео которое представили наш суд стало первым анимационным клипом на молдавской сцене в принципе всю работу над видео включая идею сюжет трехмерную визуализацию и постобработку участники сделали самостоятельно релиз песни ориентирован на поклонников нестандартного звучания и глубокого смысла в музыке все хорошо качественно и клип конечно просто отличный он причем отражая текст там вот этот ассендинг это такое возвышение ассендинг тусан возвышение к солнцу и поют хорошо и смысл заложен но я вот лично наверное выделил для себя только вудки да и ганшип таких два исполнителя в синтю вейве остальное как будто можно разделить на два поджанра бодрый и медленный балладный и в принципе там для меня как все под копирку хотя я уверен что для большинства незнакомых с например с хардкором там все песни тоже такие же одинаковые никак не различаются орут барабанит обожаю синтю вейв буду слушать каждый день за трали по несколько раз переслушал трек на самом деле вот мне будет больше понравилось чем вот этому пост хардкорная тема реально мне кажется качественным узлом вообще базара нету мне очень понравилось синтю вейв буду слушать я посмотрел клип и ничего не понял там какая-то космическая одиссея гамма-гамеровская или ада одиссея и музыка не очень моя кроме последней части рассказываю пару фрагментов которые меня впечатлили значит последняя минута добавляется гитара там что-то типа джента они не совсем классические либо в сильную либо в слабую долю поэтому концовка по моему просто отменная а до этого мне показалось достаточно скучно мне очень понравился я написал даже себе в комментариях что эта группа напомню мне по первой ассоциации конечно поздний мьюз по гармониям есть такая группа по моему английская называется элбоу локоть вот она такая они уже там старенькие мне кажется под 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 полтос уже всем но гармония очень похожа на них и эта группа совершенно из разных дивизионов разных жанров но у меня в голове как-то они совплелись вместе это очень интересный всплав видно что у группы очень большой потенциал они могут они очень там у них красивой гармонии певучей красивой гармонии под под эту музыку прямо можно закрыть глаза и что-то представлять но видно что они специально как будто сдерживают это немножко потому что там мелодическая партия у вокалиста он на одной ноте и очень много поет вместо того чтобы знаете там какой-нибудь там этот белыми он начинал бы там гулять по 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 всей октаве туда-сюда а он как будто поет на одной спокойно то есть видно что потенциал есть но они как будто его намеренно сдерживают не знаю для чего но это вызывает уважение вот согласен с кириллом что не совсем понятный клип потому что ну вся скажем так вся история ясна там девушка чувак который становится крылатым черным чуваком они он ее берет они поднимаются вверх и потом внезапно люди начинают сжиматься и разжиматься вот и я думаю к чему типа что финале в итоге там произойдет взрыв или но видим у нас с вами сегодня не день открытых финалов потому что первый клип тоже с открытым финалом этот клип с открытым финалом типа додумывай сам я еще хочу сказать наверное отдельно я сейчас сам готовлю анимационный клип мало того что это очень дорого это еще безумно долго и сложно и чтобы вы понимали чтобы выгрузить хотя вы наверняка может быть это знаете чтобы выгрузить полностью заренданную минуту иногда требуется около двух недель просто чтобы компьютер без перерыва работал выгружал чтобы это было в 4к вот этот клип трех там сколько там три с половиной минуты или четыре у него то есть и мне кажется месяц мог работать просто компьютер чтобы его ну просто сделать первый рендер а представьте они делают первый рендер такие так вот здесь надо поправить вот это здесь надо поправить вот это и то есть надо будет заново наверное все это выгружать я не знаю как у них был построен продакшн процесс вот то есть в любом случае чувакам респект крутая работа и надеюсь что у них будет все классно выглядит да клип очень дорого и качественно прям графика очень красивая прям так что я согласен думаю они месяц примерно выгружали давайте немного про ваши релизы относительно недавно мы записали их у глобал фейк под названием в ней мы вернули как бы трушное звучание именно тяжелые музла собственно можете оценить на спотифай на itunes сейчас готовим уже лонгплей мы ни разу не выпускали лонгплей решили сделать именно 10 песен и 3 мая состоится концерт память нашего друга сергей барана где мы будем собирать средства его семье как он ровно год назад умер и мы решили сделать память о сереге концерт который состоится в ласточке 3 мая еще раз повторяю к сожалению выпустим позже но ты пришли нам мы перепостим у себя в группе встречу там будет вход донейшн там можно скинуть ли будет сумму которая пойдет его родственникам классное дело молодцы кто еще участвует не помнишь на байт группа будет сам из ган конфликтор вот сейчас процессе снимаем крипак ну как бы с эпихи ну и в основном еще занимаемся конечно новым материалом там фиты готовим тоже всякие с зарубежными вполне у меня получается неделю назад неделю назад вышел трек не сведенный эмо вот так я его назвал потому что я особо не заморачивался со сведением и уж тем более с мастерингом типа в наушниках все слышно все инструменты нормально и поэтому достаточно в целом главная мелодия остальное на втором месте про что песни про любовь конечно куда же без этого там гитары да это эмо эмо вообще the best of the best вот и соответственно по хлебу я не знаю у нас там я же говорил много треков лежит и у нас могут выйти в любой момент что-то и клипы и у нас сейчас есть конечно в процессе парочку но и неизвестно выйдет этот клип или нет много концертов но в основном сейчас фестивали будут одни всякие local son ли будут на грибном канале в москве у нас некоторые концерты уже из-за коронавируса перенеслись под три раза вот концерт варшаве уже три раза перенес екатеринбурге вот перенесся концерт нам сказали типа сидячий концерт вы такие но не не надо в череповец череповец мы выступали да но он у меня у нас более менее прошел у меня у меня есть города которые в антитопе состоят но это российском они как бы они не как концертные города как бы больше а как просто города я туда заезжаю а ты можешь тройку назвать да конечно я люблю такие разговоры мы говорили вот про эту группу которую мы клип смотрели они из иваново вот в иваново у меня в топ план в анти топ-3 вообще городов и я как-то заехал туда и на меня напал такое уныние абсолютное и я такой думаю блин тут как-то тут все разрушено так и сожжено и очень грустно потом это иркутск мы там два раза были и там ну какое-то но странное мне показалось возможно из-за того что там я для себя такой делаю вывод я не уверен может быть там стоит пожить чтобы больше разобраться но вот за два посещения мне бы сложилось что там какое-то огромное влияние зоновское потому что там много зон рядышком по-моему там или где-то на дальнем востоке блин не забыл где в общем в каком-то таком далеком городе нам хотели дать люлей за то что у нас есть борода я такой думаю интересно за бороду забору да типа а чё это у тебя борода я такой думаю почему такой вопрос в целом но это видимо вот это старая тема о том что типа почему ты у тебя борода значит и не служил наверное если не служил то значит не мужик потому что все кто служит они живы бреваются ну короче старая такая тема явно была у меня такая странная ситуация была вообще неожиданно на концерте группа пилот ко мне два местных пустителя докопались типа чё бороду отрастил ну даже не понимаешь что сказать на такой потому что ступор просто вообще ставит смелый ты парень антигорода называть не но а третий город какой же треть а архангельск во первых там есть такая площадь где круговая такой площадь небольшая и там с одной стороны дороги стоит здание роснефти а с другой здание лукойла они такие мрачные они смотрят друг на друга как будто это два воюствующих плана в городе и у них разборки между собой как странно смотрится но это не самое главное самое главное там много вот этих бараков деревянных которых двухэтажных покосившихся в которых живут люди и мы жили в гостинице напротив острова и на острове там живут люди и там нет никакой переправы то есть люди ходят по льду там втыкают такие просто доски но обычные доски не струганные в лед и на них сверху протягивают фонарь и типа люди вот где-то там километра полтора ходят зимой на этот остров на работу и обратно а летом соответственно они ездят на катере пароме там на чем-то там такой мороз типа и но это все смотрится очень очень депрессивно прям хочется включить радио хэд или мьюз депрессивные группы какие-то для меня для меня депрессивные группы вот вот эти города чисто ну из-за того что очень грустно как-то становится и такой блин тяжело тяжело наверное людям которые там живут прям и такой впадаешь в уныние у меня прошлом году вышел мой третий альбом contra неделю назад вышел ремикс альбом ремиксов то есть надя и дима евграфов алексей хивилев петь петя пазана в общем огромное количество моих друзей и крутых музыкантов сделали ремиксы на этот альбом сейчас он доступен везде его можно послушать там очень удивительно история которая стоит за этим ремиксом альбом потому что я пытался понять в какую оболочку мне завернуть всю эту тему и проработал концепцию с радиацией обратной радиации то есть музыка как радиация наоборот которая не убивает тебя наоборот помогает тебе и по сути 8 треков как 8 таких радиоактивных маленьких елочных игрушек которые любой человек может послушать и каким-то образом на них эта игрушка может повлиять почему елочных игрушек потому что я узнал оказывается что до конца 50-х годов в ссср на игрушки мазали ради это очень радиоактивный элемент и соответственно для того чтобы игрушки светились темноте и у многих елочные игрушки ассоциируются с детством с ностальгией с чем-то очень теплым вот и я подумал что это очень очень мощная метафора потому что одной стороны у тебя прошлое ассоциируется чем-то теплым другой стороны у ваших родителей бабушек дедушек сейчас лежат на антресолях игрушки и с большой вероятностью они очень радиоактивны и опасны также как и опасны любые традиции которые мы принимаем от наших родителей наших дедушек с бабушек потому что они часто мешают нам жить и очень на такой метафоре я завернул этот альбом ради 226 он так называется советую вам всем послушать вот еще у меня три новых клипа и новый клип еще один четвертый выйдет в мае вот я просто пока лайва не 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 планирую я пишу музыку чисто для своего удовольствия снимаю клипы для своего кайфа а просто потому что хочу и могу продуктивно всем бы так всю музыку которую мы обсуждаем вы найдете в плейлистах на apple music спотифай вконтакте яндекс музыка психея выпускает альбом новый это моя вторая любимая группа 4 июня я иду на презентацию уже купил в клубе глас тоннбери где как раз был гитарный баттл клуб так себе но интересно какой будет концерт потому что я ходил два года назад и там было очень странно но то есть вы знаете что фео такой своеобразный мужчина вот и он себя вел так типа сказать да он он говорил что-то типа москвичушечки москвичушечки мои ну что же вы не хлопаете что за люди собрались ну вот а потом я через год ровно попал в другой клуб и там было совершенно абсолютно во первых ну то есть он как будто бы очень хорошо отдохнул у него вернулись связки и он все хлопали и он говорил тоже что классно спасибо всем большое и было отменное выступление и в конце басист короче играл играл развернулся стал на краю сцены спиной потом взял бас-гитару в конце то есть он играет последнюю ноту и вот так вот прям с этим перекидывает и вот так назад в зал кидает бас-гитару и такой оооо она же очень тяжелая я испугался за людей но это ну типа тут пограничное состояние то есть ты можешь ранить людей но выглядит это ну типа супер-рок вообще абсолютный такой хочется сразу вот я хотел со своего вип этого этажа спрыгнуть тоже вниз и такой как бы думаю как круто было поэтому вот я не знаю чего ждать что какое будет настроение 4 июня но там есть одна песня которая мне кажется будет хитом для меня потому что у меня было такое с группой корея в каком-то 2012 году когда они выпустили колесницу богов они тоже выкладывали видео с выступлений у вас репетиции когда написание альбома они репетировали выкладывали маленькие зарисовки и я тогда еще подумал что вот это вот это это будет моя любимая песня хотя она немножко виды изменилась но так и случайно вышло на альбоме что вот эта песня которую я слышал музыка которая мне понравилась она стала и здесь сейчас они тоже снимают психи все с записи альбома и я мне уже два куска из одной песни понравился такой думаю ну блин это должно быть круто короче не знаю узнаем посмотрим это 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 вам не альбом за эфиры так сказать желаем дмитрию борисовичу хорошего настроения на всех концертах да недавно прошедшие церемонии вручения премии оскар среди номинантов в разных категориях было четыре картины о музыкантах звуки металла ма рэнни мать блюза соединенные штаты против билли холиды и мультфильм душа уже упомянутый 2010 году например только один фильм рокетмен по моему подъем интереса к фильмам музыки ну и вообще очень часто стали использовать в эти этот сюжет для того чтобы сказать какие-то сложные темы типа борьбы с наркотиков наркотиками дискриминация там сложности с лейблами или как у души там в душе поиски предназначения с чем это связано как вы думаете какие ваши любимые фильмы о музыке я единственный фильм про музыканта смотрел какой-то финский по-моему был про какой-то путешествие или что-то назывался да 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 где там не барабанщик сдох они в гробу повезли в норвегию это реально угарный угарный это мой любимый фильм про металла он там услышал риф гитарный когда циркулярную пилу на мясобойне заклинило и начала скрежетать офигенно если кто не смотрел всем всем советую для меня потому что элтон джон я как бы не знаком вообще был особо с ним с его персоной с его жизнью у меня он к сожалению до этого фильма был такой как просто старый старый дедушка нетрадиционной ориентации как в россии вот типа который поет песни все вот это элтон джон и я тут смотрю что элтон джон на самом деле просто но он уроки бунтарь рокер я такой просто с открытыми глазами посмотрел думаю вау ничего себе крутой крутой элтон джон вообще очень соответственно какие у нас еще были богемская рапсодия богемская рапсодия чуть меньше понравилась звезда родилась мне понравился там и музыка неплохая и в целом ну просто грустный очень конец конечно прям прям очень грустно я смотрел я не смотрел пришел после фильма придумал песню оказалось что я просто почти что украл ноту в ноту вот этот первую мелодию из которой он выходит на сцену с гитарой такой американский ракешник я не знаю с чем связано так много фильмов о музыке но они в целом всем не нравится видимо из-за моей причастности некой к этому действу я стараюсь все смотреть и звуки металла тоже собираюсь сейчас посмотреть ближайшего статистику еще лет пять назад смотрел опрашивали людей без чего бы они не могли прожить целый день вот и на музыка была на втором месте первое это был интернет потом музыка вот и очевидно что музыка у нас ну как бы современного вообще цивилизации это какая-то какая-то абсолютно сопутствующая история для кого-то это образ жизни для кого-то это просто чизкейк съесть для кого-то потанцевать в общем это очевидно прям большая часть нашего нашего ежедневненья какого-то мне кажется особенно с появлением к вида когда все начали немножко распределяться по группкам и сидеть у себя дома по сути вообще искусство это единственная область которая нас немножко спасает от сумасшествия кроме врачей да мы смотрим фильмы спасаемся мы слушаем музыку мы спасаемся мы не знаю смотрим фотографии картинки какие-то иначе просто человечество бы сошло с ума бы и все бы порезали друг другу давно а так у нас есть возможность как-то рефлексировать быть быть частью чего-то большого ведь вообще искусство мне кажется мы главный смысл искусства это видеть что ты не один да и когда ты видишь вот эти считываешь эти истории ты видишь что люди неважно статуса популярности испытывать ровно то же что ты испытываешь вставая утром заварив свой чайочек в какой-нибудь хрущевке вот ты понимаешь что ты не один и тебе легче жить вот и мне кажется это очень круто это важно наверное один из моих самый любимый музыкальный фильм это космическая одиссея хоть он и про космос но я считаю что это великий фильм и в первую очередь из-за кубрика и из-за музыки которая там была подобрана вот и из-за музыки которой там нет потому что это единственный фильм где космос показан действительно так как он должен быть показан потому что космосе нету звуков вот и там нету этих бластеров как в звездных войнах пиу-пиу все вот эти штуки там просто вакуум и самые мощные сцены в этом кино как раз где музыки нет и абсолютная тишина давайте какие-то может быть в принципе от вас пожелания берегите простату самое главное в нашем возрасте 40-летним нужно беречь простату занимая и ходите на профилактический массаж просто простательной железы и соответственно и музыка сразу будет хорошая если простата будет порядке а если ты девушка ну у нас надо сужающей процедурой чтобы ведро не было у тебя все было узко красиво тогда и музыка будет уже хорошая делайте добрые дела если ты девушка делать и своего парня до массаж просто занимайтесь творчеством пишите музыку никого не слушайте делать то что хотите жизнь коротка на тратить каждую минуту большим удовольствием и кайфом вот и старайтесь что вас окружают люди которые вас поддерживают и любят всех такие вдохновенные последние речи поэтому надо закончить просто йоу счастья удачи здоровья всего самого лучшего целого как на моих ватсапе дорогие зрители любви счастья все спасибо большое что пришли спасибо спасибо что позвали ребят все хорошего дня всем счастлива хорошего настроения до вынимая целую а